Скрой скелай Скрой скелай Скрой скелай Скрой скелай Скрой скелай Женщина, вы сегодня мочились? Нет. Утку дать? Ну отрежьте кусочек. А еще у нас новый губернатор Андрей Владимирович. И одним из главных управлений его деятельности является использование снежного наката на дорогах. Как в наших соседних финнах. Мы все понимаем, снежный накат. Но в нашем снежном поселке, в таком зеленом летом и снежном зиме, Да в нашем поселке этот накат используется давно и давно. У дороги Чибис, у дороги Чибис, Он кричит, покой за чудак. А скажите, чьи вы? А скажите, чьи вы? И зачем? Зачем? Идете вы сюда? Минуточку. Минуточку. Женщина, вы кто? А я женщина в пальто. И я вам здесь снята, у которой нет пальта. Так вот я хотела бы узнать, почему Андрей Владимирович стоя в дороге все время очень волнуется? Потому что стоя на площади мира, Андрей Владимирович не знает, как умирнуть на право, чтоб не выехать как встречную полосу. Согласно, товарищ на отметке. АПЛОДИСМЕНТЫ Небо голубое, лучшую травою, ты траву любую вытирай. Это нам с тобою все, но дорогое, это наш родной, родной любимый край. АПЛОДИСМЕНТЫ Минуточку. Я все-таки все равно не понимаю, почему у вас в поселке все время голубое небо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да потому что есть памятник архитектуры. Угольная котельная, которую пять лет запустить не мог. Поэтому у нас и небо голубое, и экология чистая. АПЛОДИСМЕНТЫ И сказать не за то, не казать не за то, мы уходим на ней пути. АПЛОДИСМЕНТЫ Стойте! Вы хотите сказать что? 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 Хорошо быть женщиной в розовом пальто. Можно и в зеленом, но уже не то. Хорошо в зарплату, это тысяч сто. Можно и в зеленом, но уже не то. Чтобы в нашей жизни было только то. Дайте поработать нам, женщинам в пальто. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, скоро Новый год, и у нас в России прекрасные новогодние традиции. Это вырезание снежина. Это французский салат оливья, о котором не знают даже сами французы. Это встреча Нового года. И сегодня, старого Нового года, и сегодня раз в Новый поворот. За столом праздничным встречаются не люди, а те, кто по традиции встречаются всего раз в году. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прощайтесь, как-то уходите на век. Хатин какая-то, не наша. Соседская, наверное. Наша, наша, он пятно, я в том году прейкал. Эй, для тебя хоть сколько штук не снимать, при этом в глаз грызнешь. А ты чего? Пусто не скрывай. Так хозяйка, старик год оправдывала и пошла за добавкой. Купила не полсухое, не полсладкое, а полсоветское. Как по любому подделка. А вы что все екаете, да екаете, а левешки? На бабаха легли целый тазик тесно. А меня вообще четыре банки напихали. Колбасы, две банки налезали. Так я по акции, ну. Я по цене, ну. А я парковка. Их там вообще не поместила. А я по маме, а я парковка, а я парковка, а я парковка. Девочки, не соль. О, Майдер пришел, хоть твоей крупотой. А то и все сухо до тесно. А куда-то я сейчас без тебя разберусь. Да. А ты что такая вся растрепанная? Растрепанная, растрепанная. С прошлого года в углу без отпуска стою. Даже звезду не нацепили. Снежинки на лапушке новые не нарезали. Ёбки, простили иголки. Ёбки, царапают руки и шеи. Ёбки, любят игрушки. Ёбки, наряды и украшения. Ёбки, наряды и украшения. Ёбки, что вокруг хоробода. Ёбки, пешура мандарины. Ёбки, оливье и утром. Ёбки, ёбки, лево, белый. Ёбки, ёбки, ёбки. Ёбки, ёбки. Да. У нас в России прекрасные новогодние традиции. Дед Мороз. Дед Мороз и Снегурочка. Прелестные персонажи. Да ладно, у нас в Японии дед Мороз. Сиаганзасан. А значит, ударит. Лябка. В Болгарии дядя Календар. Своей внучка с нежанкой. Причем ей должно быть хорошо за 50. А в Италии баба Нортою. Баба Наташа. И одну мы в год песоком выбрасываем встаные вещи. Вот бы нам так было, чего выгрозить. А в Финляндии Ёллутуки. А в Германии призовая игра. Дед Мороз фармак. А внучка у него крыск. А в Америке сам Дед Мороз кладет подарки в носки, а наш Дед Мороз подъем! Почему? Да потому что наши дети не будут есть подарки из носков! А главный персонаж в Америке Джингелл Бакс! Кто вообще знает, кто это такой? Джингелл Бакс! Сейчас мы вам расскажем, кто такой Джингелл Бакс! Настоящий американский парень! Однажды, когда зимой было холодно, какой-то придурок ехал с горы на большом тяжелом грузовике. Ему все сигнальные кричали «Ты что еще за Джингелл Бакс с горы?» Но он их не слышал, потому что у него в кабине было тепло. «Джингелл Бакс с горы! Джингелл Бакс с горы! Куда ты едешь зимой?» «Ты только что спил медведя, придурок!» «Джингелл Бакс с горы! Джингелл Бакс с горы! Куда ты едешь зимой?» «Да пошли вы к такой-то матери, я просто еду!» Огромный грузовик ехал долго и остановился около бара. В деревне никто не знал, к чему здесь появился этот Джингелл Бакс! Но когда из кабины выпрыгнул мужик красным пальто, все догадались, к ним приехал Дед Мороз. «Джингелл Бакс с горы! Джингелл Бакс с горы! Куда ты едешь зимой?» «Ты только что спил медведя, придурок! Джингелл Бакс с горы! Джингелл Бакс с горы! Куда ты едешь зимой?» «Да пошли вы к такой-то матери, я просто еду!» «Наконец-то настал Джингелл Бакс! Наконец-то настал Джингелл Бакс!» «Эй, Дед, давай подарок! Кому ладыху, кому фотографии Пабелла Андерсону, кому краски и кисти!» «А медведя, которого ты спил на горе, отдай леснику!» «Джингелл Бакс с горы! Джингелл Бакс с горы! Куда ты едешь зимой?» «Ты только что спил медведя, придурок! Джингелл Бакс с горы! Джингелл Бакс с горы! Куда ты едешь зимой?» «Да пошли вы к такой-то матери, я просто еду!» «Джингелл Бакс с горы!»